В начале весны новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Дианова принял первые в своей истории соревнования по плаванию. Открытый чемпионат Омской области среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и интеллекта. Он собрал порядка 80 пловцов. Причем вместе со мячами на водные дорожки нового спорткомплекса вышли и представители других регионов. Этот чемпионат у нас открытый. На эти соревнования приехали команды из Красноярска, Кемерово и Озерск. Они приезжают к нам практически каждый раз. У нас такие открытые чемпионаты Омской области проходят осенью и весной. Напомним, что новейший 25-метровый бассейн может похвастаться современной системой водоподготовки комбинированного типа, а также всем необходимым оборудованием, которое требуется для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что эта водная площадка будет принимать не только соревнования различных уровней, но и станет постоянным местом тренировок для омских паралимпийцев. Великолепные условия. Даже душа радуется смотреть. Светло, широко, места много. И я думаю, что ребята покажут хорошее время. Это первый старт в этом году. Ну и в четырехлетии по подготовке к паралимпийским играм четырехлетий и первый старт. Поэтому здесь как бы с этого все начинается. Спасибо руководителям области и Минспорта за вот такие созданные условия. Я думаю, что у нас все получится. Я думаю, что пловцы омские будут выступать на паралимпийских играх 2020 года. По традиции пловцы сражались за награды на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров разными стилями. И борьба была совсем не шуточной, ведь данные соревнования являются путевкой на чемпионат России, а далее и на состязания мирового уровня. В итоге омским спортсменам удалось собрать все призовые места, не оставив иногородним пловцам шансов подняться на пьедестал. Как отмечают тренеры и судьи, это и неудивительно, а мячи уже не первый год показывают высокие результаты в данном виде спорта. Походит он достаточно на высоком уровне, бассейн очень хороший. Этот старт очень важен, так как он дает понять, в какой физической форме ты сейчас находишься. Множество наград высшей пробы за два дня заплывов завоевала и кандидат в мастера спорта юная звездочка омского плавания Елизавета Сидоренко, которая незадолго до этих стартов сумела доплыть и до лидерской тройки традиционных состязаний на призы олимпийского чемпиона Юрия Мухина. Они, конечно, очень важны, потому что это отбор на чемпионат России, и они проходят пока что очень хорошо, и я улучшаю свои дистанции, точнее свое время на дистанции. Тут очень хороший бассейн, очень удобный, очень просторный. Даже восемь дорожек из-за этого соревнования проходят намного быстрее, чем были в юности или в 75-й школе. То есть очень хороший бассейн. Теперь сильнейших спортсменов ждет активная подготовка к уже более высоким стартам, среди которых и чемпионат России, запланированный на июнь. А новый бассейн с самыми лучшими условиями станет отличным подспорьем для того, чтобы омские пловцы-паралимпийцы могли показывать высокие результаты и претендовать на участие в Паралимпийских играх 2020 года.